Ставропольский край – один из восьми пилотных регионов, где начали реализацию федеральной программы «Санитарный щит России». Задачу по просвещению в сфере санитарной и биологической безопасности в Ставрополе начали решать, в том числе активно включая в работу молодое поколение. У нас, взрослых, очень трудно к чему-либо приучить. Вот даже пандемия, сказали, всем одеть маски, мы тяжело к этому идем, всем прививаться. А ребенок, он быстро перестраивается, он впитывает себя быстро, он быстро ориентируется и движется, движется, движется вперед. То есть учить, конечно, учить всю страну нужно, но начинать нужно, безусловно, с детей. Это когда-то, очень давно, старый, забытый санатряд в школе, он был у нас когда-то, мы забыли про него. Перестройка, время шло. Сегодня мы возвращаемся к этому. Взяли одну школу, взяли один класс и начали его раскручивать. Весь учебный год волонтеры санатряда посещали лаборатории и производства, лекции и мастер-классы. Школьники проводили анализы фруктов и овощей на содержание нитратов, разбирали составы продуктов, а также вживую познакомились с микробами на собственных ладонях, чтобы не забывать о регулярном мытье рук. Дети узнали много о санитарных правилах, они узнали о том, сколько мы должны иметь досок для разделки тех либо иных продуктов. Они смотрели разные вирусные, инфекционные, через луку, бактерии. Совместить приятное с полезным получилось во время экскурсии на Ставропольский молочный комбинат. Так закончился школьный год участников санатряда. Волонтеры узнали много интересного о полезных свойствах молока и его производстве. Увидели настоящий кефирный гриб, посетили цех по производству мороженого, а также задали все интересующие вопросы специалистам молочного комбината и Роспотребнадзора. Конечно, не обошлось без дегустации. Творожные сырки, ряженка и молочные коктейли – все самое вкусное и полезное. Кефир – натуральный продукт, который на основе живых кефирных грибков, в которых содержится 4 группы, 200 вида микроорганизмов. Привычки и знания, полученные на занятиях, формируют здоровый образ жизни школьников. Установки, которые закрепляются в детстве, помогут и во взрослой жизни. Я начала употреблять еду с витамином D и витамином С, потому что я раньше до этого не употребляла. Стала пить очищенную воду, потому что раньше пила чистую воду из-под крана. Также я стала чаще гулять на улице, потому что это очень полезно – разрешать свежим воздухом. Узнала про вредную еду и что творится с твоим организмом, когда ты пьешь кассированные напитки и что не делал с твоим желудком. Также волонтеры проводят лекции и образовательные игры для младших классов и дошкалят. Мы узнали очень много нового о полезных привычках, питании, о правильном образе жизни и о многом другом. Также мы проводим, вот недавно проводили в 50-й школе мероприятие довольно-таки интересное с четвертыми классами. Работа санотряда продолжится и на каникулах. Учеников пригласили в летний лагерь и подготовили еще больше интересных мероприятий. В планах организовать волонтерские санотряды и в других школах города.